В Перми прошел онлайн-форум «Пермский бизнес-климат. Пути развития бизнеса в новых реалиях». Об итогах мероприятия, о рынках будущего и адаптации к новым экономическим условиям в Прикамье поговорим с модератором форума Ириной Шафранской. Ирина, здравствуйте, спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте. Давайте поговорим в целом о форуме, насколько вообще он был продуктивен. Подведем такой итог. Вот смотрите, если мы говорим про продуктивность форума, то лучше, конечно, спрашивать участников, что полезного они для себя вынесли. Если мы посмотрим на ту повестку, которая была, то мне кажется, что 20 спикеров в онлайн-режиме представлены и органами власти, и регулирующими, контролирующими органами, и ведущими компаниями, и федеральными экспертами, и в конечном итоге на финальной панели представителями торгово-промышленной палаты Пермского края. То есть вот огромная палитра спикеров, это огромная палитра мнений. И с этой точки зрения для меня основной продукт форума – это то множество мнений о том, какие меры поддержки нужны и востребованы бизнесом, какие меры поддержки реально видит государство, и что бизнес делает самостоятельно для того, чтобы двигаться вперед, не останавливаться на месте. Может быть, начнем с проблемных мест бизнеса Пермского края. Вот какие основные проблемы, может быть, были озвучены на форуме, были ли они озвучены вообще? Самая очевидная проблема – это сложность в доступе к мерам поддержки. На сегодняшний день принято уже три пакета мер поддержки. Эти пакеты формируются в зависимости от акведов пострадавших компаний, и они довольно разнообразны. И в то же самое время бизнес не всегда может ими воспользоваться. Там есть масса ограничений. Они связаны и с тем, что не все отрасли признаны пострадавшими, что не всем компаниям сразу же можно оказать помощь. Одновременно с этим бизнес иногда сам не знает, а куда, собственно, обращаться. Вот в презентации, например, руководителя Управления Федеральной налоговой службы было рассказано о 60 онлайн-сервисах, которые предназначены для того, чтобы помочь компаниям разобраться в особенностях налогообложения, которые возникли в этот период, и тех новинках, которые возникают как изменения в налоговом кодексе. Поэтому основная проблема здесь двоякая – это и дефицит информации, и невозможность иногда воспользоваться мерами. Форум решал задачу дефицита информации. Форум пытался помочь показать, какие информационные источники актуальны. И параллельно с этим, конечно же, мы на форуме пытались понять, а каков запрос бизнеса, что ему необходимо, какие, может быть, есть острые моменты, которые на текущий момент остались пока неурегулированы. И вот если об этих острых моментах немножко поподробнее, все-таки что прозвучало? Конечно. Это, например, разговор о том, как открываться ресторатором, как открывать, предположим, летники. Это разговор о том, как работать и открываться индустрией красоты, как сделать так, чтобы этот рынок перестал быть серым. Это разговор о том, каким образом компаниям надо рассматривать в перспективе будущие рынки, например, такие, как образование. Потому что уже сейчас разработана дорожная карта по развитию конкуренции, которая предполагает разгазуторствление, то есть отказ государства и передачу бизнесу части деятельности, например, в сфере медицины и здравоохранения. А какие все-таки основные решения были приняты на форуме? Не частные, а вот если подытожить итог, к чему пришли основное? Смотрите, форум – это площадка, которая объединяет многих, и в этом смысле мы институционально не можем принять какое-то решение. Просто потому, что это принятое решение невозможно где-то исполнять. Может быть, даже не решение, а может быть, к выводам, каким основным. Да, важность не в решении, и даже не в выводе. Важность в том, что форум дал возможность получить прямой контакт бизнесов и власти, потому что у нас была организована форма для сбора всех острых вопросов, и мы собрали большое количество острых вопросов, конкретных совершенно, где предприятия обозначают, у меня форма автономной некоммерческой организации, я не могу воспользоваться теми мерами, которые есть, помогите мне, что мне делать. И эти вопросы адресно перенаправлены в те органы власти, либо в те ведомства, которые могут дать ответ на этот вопрос, и на них будет получен прямой ответ, он будет отправлен автору, который его задавал. Мне кажется, в этом смысле самый главный продукт форума – это создание прямой коммуникации между бизнесом и властью. А вот если мы вернемся, вы упомянули дорожную карту конкуренции, что о ней можно поподробнее рассказать? Вот смотрите, существует много отраслей, в которых государство традиционно присутствует полностью. Это медицина, это образование. Между тем, часть сервисов в этих отраслях можно и нужно отдать бизнесу, ровно потому, что бизнес более качественно будет выполнять ту или иную услугу. И такой опыт уже есть, собственно, ну, он со времен приватизации, этот опыт существует. И в этом смысле дорожная карта по развитию конкуренции, разработанная в УФАС, она предполагает, какие отрасли каким образом, в каких объемах будут передаваться. И здесь тоже есть интересный момент, потому что, например, в представлениях органов власти надо передавать долю от количества предприятий. То есть, грубо говоря, сейчас у нас там, не знаю, 100 предприятий в той или иной отрасли, 3% из них будут частными до 2021 года. Так вот, мнение форума, например, заключается в том, что передавать надо не долю предприятий, а объем рынка определенный, да, объем заказа, как бы размещая заказ у частных предприятий. И вот эту систему, конечно, надо регулировать, ее надо настраивать, она требует такой очень тонкой настройки, потому что текущее законодательство, например, в государственных закупках, да, оно не позволяет пользоваться, ну, так как бы, пользоваться схемой, такими вариантами размещения заказа, когда мы получаем и качественную, и дешевую услугу одновременно. А что касается... Ну, я бы хотела сказать следующее, что предприятиям из сферы образования, благоустройства, здравоохранения надо готовиться к тому, что эта часть, может быть, даже небольшая часть этого рынка перейдет в бизнес. А если мы остановимся на предприятиях ресторанов, кафе, да, которые, можно сказать, больше всего пострадали там индустрией красоты, вот что у них конкретно, в чем у них сейчас, да, загвоздка, и как они вообще собираются действовать дальше, какие программы есть для них, может быть? Для них нет пока никаких программ, к сожалению. Эти предприятия не входят в перечень пострадавших, и они на самом деле страдают больше всего, потому что потребительский спрос в их отношении радикальным образом пересматривается, да, это, может быть, первое, от чего иногда отказываются потребители, например, посещение ресторанов. И здесь единственное, что можно делать, это применять те советы и рекомендации, которые во второй части форума давали представители пермского бизнеса из разных индустрий. Это все, что связано с работой с клиентской базой, это все, что связано с производственными процессами, это все, что связано с объединением для того, чтобы что-то изменить. Например, если говорить про индустрию красоты, то одной из, ну скажем так, проблем в этой индустрии является появление серого рынка. Салоны красоты закрыты. Вот, да, об этом подробнее. Очень много, да, очень много работы ведется, ну, на дому, да, и мастера принимают клиентов у себя, и это не обеспечивает высокого уровня безопасности, это не обеспечивает санитарно-гигиенических норм, и сейчас индустрия красоты рассматривает такое направление, как создание единого стандарта по оказанию услуги. Это тоже непростая история, потому что как только мы создаем стандарт, регулирующий какую-то отрасль, мы как бы отменяем в этой отрасли, предположим, самозанятость, да, и в этом отношении здесь как раз нужен диалог, здесь как раз нужно разговаривать не в режиме 15 минут на форуме, а в режиме какой-то более длительной, более такой фундаментальной постановки, да, и разговора о том, чего же мы все-таки хотим добиться. Мы хотим сохранить эти предприятия, мы хотим обеспечить безопасность клиентам, мы хотим развивать самозанятость в этой отрасли, то есть каковы приоритеты. Обсуждались ли какие-то кредитные программы на форуме? Да, у нас был руководитель Пермского отделения Сбербанка Константин Георгиевич Подвальный, и он рассказывал как раз о тех двух программах кредитования под 0%, кредитования под 2%, это самая популярная программа, которая сейчас есть, и он даже рассказывал об этом больше в контексте очень интересном, он говорил о том, в каких случаях компаниям отказывают в кредитах. И здесь надо понимать, что, конечно, отчетность компании служит очень важной основой. Тоже надо смотреть на ситуацию, они рассматривают очень многие вещи кейс-бай-кейс, потому что, например, если группа компаний, да, и на кредит заявляется одна из компаний, которая является планово-убыточной внутри группы компаний, то необходимо рассматривать и предоставлять консолидированную отчетность компании для того, чтобы в целом смотреть на ситуацию. То есть здесь тоже очень много нюансов. Но, как, собственно, сказал Константин Георгиевич сам, это востребованный сейчас очень инструмент государственной поддержки, субсидирования, и он, конечно, широко сейчас развивается, широко используется. И такой последний вопрос. Какие прогнозы вообще можно дать относительно форума, опираясь на то, что прозвучало, может быть, на нем? Мне кажется, самое важное, что было сказано на форуме, это то, что бизнес не опускает руки, видит новые перспективы, и представители как раз бизнеса очень ярко показывали, как они перестраиваются в новые форматы ведения бизнеса и на новые рынки. Как, теряя потребительский спрос в одном сегменте, они находят его в другом, как быстро вводят доставку, как меняют способы управления компанией, как меняют ассортимент с одного на другой и перестраивают свои производственные потоки для того, чтобы выходить на новый ассортимент. И в этом смысле, мне кажется, что весь прогноз зависит только от одного, от скорости реакции всего бизнеса на эти изменения. То есть чем быстрее каждая конкретная компания будет предпринимать какие-то усилия по изменениям, тем, соответственно, быстрее будет двигаться вперед экономика и восстанавливаться. Мы находимся в беспрецедентной ситуации. Никто не может строить никакие прогнозы. Но вместе с тем быстрое движение вперед всегда лучше медленной остановки. Спасибо вам большое за такую подробную информацию. С нами на связи была Ирина Шафранская, модератор форума «Пермский бизнес климат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова